В студии телезащитник Роман Койден. Я готов отвечать на письма и аудиопослания жителей республики. Здравствуйте! Вот уже пять лет погорельцы, переселенные в маневренный фонд из аварийных домов, живут в общежитии коридорного типа. Но пока все их мысли заняты не мечтами о новом доме, а борьбой за относительно комфортное существование во временном жилье. Здание в местечке Верхничевсок Тывкара внешне выглядит вполне презентабельно. Однако изнутри общежитие коридорного типа скорее напоминает ночлежку, открытую для всех желающих. Два этажа, отведенные под жилье для погорельцев, детдомовцев и тех, кого временно переселили из аварийных бараков, превратилось в постоянное поле битвы. По словам жильцов, сюда регулярно наведываются маргиналы со всей округи. Ночуют, пользуются душем и тем, что уже с трудом можно назвать сам узлом. Летом от комаров здесь бомжи спасаются, летом, все лето, на площадке на четвертом этаже, все, они спят. Зимой от холода все бичи у нас. В Калиборе даже спят, собаки, бочты у нас ночевежки. Управляющая компания будто бы забыла о существовании этой общаги. Свинченные для ремонта унитазы стоят брошенными с незапамятных времен. Работает лишь одна раковина, и это на десятки человек. А неотапливаемые душевые густо поросли грибком. Здесь в самую пору снимать триллеры. Идет тонализационная труба наверху, то есть капает тонализация. Как мыться здесь, я не знаю, здесь детей прийти, страшно. Здесь холодно, и утром, помыться и заболеть, если душ. Но даже в таких условиях помыться жильцы могут далеко не каждый день. Горячей воды в общежитии не бывает неделями. Зимой температура в комнатах не поднимается выше 12 градусов. Зато счета за коммунальные услуги приходят с завидной регулярностью, да еще и с космическими показаниями приборов учета. Сетуют жильцы на своих же, соседей нелегалов. Говорят, что любой прохожий может взломать замок в заброшенной комнате и остаться в ней жить, пользоваться водой и электричеством. Жильцы во всем винят управляющую компанию «Жилком Вест». Два года назад в общежитии еще был ночной вахтер, который худо-бедно следил за порядком. Теперь же коммунальщики даже не выдают элементарных чистящих средств, не говоря уже о том, чтобы оплачивать уборщицу. Даже вот уборщица была, например, не выделяют ни хлорку, ни порошок, ни перчатки. Вообще ничего не выделяют. Сейчас вообще уборщица. У вас две критики считаете? Да. И все, уборщица за свой счет. Даже денег нету. Жильцы утверждают, на их заявление, будто просьба отремонтировать канализацию, включить воду или предоставить какие-либо данные по фактически потребленным услугам, коммунальщики присылают отписки. Вот еще один пример недопонимания между жильцами и коммунальщиками. Недавно соседи со второго этажа, владельцу офиса, сделали ремонт, а расход электроэнергии, что была потрачена в это время, поделили между всеми жильцами. Обещанный перерасчет управляющая компания до сих пор не произвела. Отчаявшиеся жильцы интересуются, как им найти управу на коммунальщиков. Я не понимаю, при чем тут коммунальщики? Ваш вопрос необходимо решать с администрацией. Маневерный фонд находится в собственности муниципалитета, и муниципалитет отвечает за его состояние. За счет бюджета муниципального образования проводится капитальный ремонт и ремонт мест общего пользования. Давать юридические советы всем жильцам, проживающим в маневерном фонде, будет неправильно, поскольку правовое положение, основание их вселения в маневерный фонд, я уверен, у всех различное. И до обращения в суд необходимо изучить имеющиеся у вас документы. Граждане, которые выселялись из ветхого аварийного жилья, либо погорельцы, вы имеете право на предоставление в ваш адрес благоустроенных жилых помещений, пригодных для проживания. Такое требование содержится в пункте 1, части 2, статьи 57 ЖК РФ. Если у вас нет средств на платную юридическую помощь, вы всегда можете обратиться за бесплатной юридической помощью в общественную приемную главу Республики Коми. Офис находится в Доме печати по адресу город Сыктывкара, улица Карла Маркса, дом 229. Все больше обращений и жалоб на некачественную работу управляющих компаний. Так, например, жители столичного общежития Сергея интересуют вопрос о возврате потраченных денежных средств. Как можно разобраться в компанию «Алла Жуев», находящуюся в улице Марково, когда они берут деньги за ремонт и обслуживание в каждой комнате по 200 рублей. И ничего об этом не хотят делать. Ну, плюс они еще берут за установку унитазов, туалетов и прочистку по 400 рублей за каждый ремонт. Ну, возможно, как-то, чтобы они вернули эти деньги. Конечно же, возможно. Каждую строку в квитанции управляющая компания обязана обосновать, какие именно расходы она понесла и на что. Доводы управляющей компании должны подтверждаться расходными документами. В досудебном порядке обратитесь с претензией к директору управляющей компании. Попросите подтвердить документами расходы, которые в счетах выставляют потребителям. Эта цифра, как и все другие, должна быть взята управляющей компанией не с потолка. Если вы не получите внятного ответа, обращайтесь с иском в суд. Требуйте проведения перерасчета по квитанции за три последних года. Если вам необходима консультация, обращайтесь в приемную главу. Вам предоставят и форму претензий, и форму исков. Только в местечке лесозавод, что под Сыктывкаром, в аварийном состоянии находится порядка двухсот многоквартирных домов. Деревянные двухэтажки 60-х годов давно требуют не то, что капитального ремонта, сноса. Однако средств нет даже на текущие работы. К одной из семей выехала наша съемочная группа. Вот уже 14 лет семья ветеранов Трудоситниковых бьется с ЖКХ и чиновниками. В более полувековых доме не проводились никакие ремонтные работы. И уже два года как жилища списали, а ЖКХ и вовсе перестала исполнять свои обязанности. За проездом никто не следит, дворников, уборщиц нет. Мусор вывозить некому. И ремонтировать полугнившую деревяшку не собираются. Крыша, дом и печка, пол находятся в аварийном состоянии. Их хватают жильцы самостоятельно. Но большую угрозу для жизни несет выгребная яма. Недавно в ней чуть не утонул соседский двухлетний ребенок. Вот у нас отказ нашего ЖКХ, что они отказались от нас. Вот 20 августа 2010 года. ЖКХ рекон изверсал, что мы отказались от вашего дома. Яма уже почти переполнена. Еще пара дней и отходы потекут под фундамент дома, который без того еле держится. Вообще жители Банбана-26 встречали немало жилищных парадоксов. Крышки-то у нас совсем сгнили. Просили, просили, у нас нету досок. Ребенок заскочил, хорошо увидели, сразу за шкирку его вытащили. Так испугались, думают, у тонет ребенок, такой-то гуще, как он сейчас. Видите, два года ничего не чистили. Вот и приходится жителям столицы республики в 21 веке запасаться дровами и топить полуразвалившиеся печи, которые Госпушнадзор неоднократно запрещал использовать гражданам. Списанного строения. Газ-то вы видели, у нас под окном труба. А дома-то нет газа. А написано «Газофицирован» в пятом году. Супруги Ситниковы давно прошли все комиссии и суды. И даже встали на очередь на жилье. Но номер 3076 не сулит скорого переезда. Пенсионеры интересуются, к кому теперь идти со своей проблемой и что делать с законным правом на благоустроенное жилье. Очередь у нас действительно не сулит ничего хорошего. Будь вы даже в первой десятке очереди, не факт, что вы бы дожили до предоставления жилья. Очередь не движется по причине того, что длительное время не велось строительство муниципального жилья. А вообще, о какой очередности можно говорить в вашем случае? Вы имеете право на внеочередное предоставление благоустроенного жилого помещения. Вне очереди. Сегодня. Сейчас. Немедленно. К сожалению, реализовать свое право на жилье вы можете только в судебном порядке. Для обращения в суд вам понадобятся документы на вселение в квартиру, которую вы сейчас занимаете, заключение межведомственной комиссии о непригодности дома для жилья, претензии в администрацию о предоставлении жилья вне очереди, ответ администрации, который вы и будете оспаривать, а также государственная пошлина 200 рублей. Инвалиды первой и второй группы освобождены. Документов по пальцам пересчитать. Собирайте их и обращайтесь в суд. Сами или при помощи юристов. Сыктывкарка Людмила Шипицына оставила на ответчик редакции еще один жилищно-коммунальный вопрос. Не являюсь членом кооператива, живу в кооперативном доме, не являюсь собственником жилья, просто являюсь потребителем коммунальных услуг, зарегистрирована по месту проживания. Оплачиваю коммунальные услуги, обязательные платежи на ремонт и содержание дома. Обязана ли я платить иные целевые сборы? Правление и управляющая компания со мной договор не заключает. Наниматели, собственники, потребители обязаны исполнять решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома. Запомните, общего собрания собственников, а не общего собрания ЖСК. Их компетенция и круг вопросов, которые решают эти два собрания, различные. Как потребитель, вы обязаны оплачивать расходы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома и оплачивать жилищно-коммунальные услуги, даже несмотря на то, что вы не являетесь ни собственником многоквартирного дома, ни членом ЖСК. В соответствии со статьей 117 ЖК России, дополнительные взносы, в том числе на административно-управленческие расходы ЖСК, в резервный фонд ЖСК и иные внутренние траты и фонды ЖСК, могут быть предъявлены к оплате только членам ЖСК. Письмо от жительницы Каркировского района. Здравствуйте, Роман. Пишет вам оператор почтового отделения. Во время болезни или отпуска работников моего отделения меня вынуждают выполнять обязанности отсутствующих работников. Как мне отказаться от выполнения дополнительной работы? Могут ли они меня заставить ее выполнять? В соответствии со статьей 60.2 Трудового кодекса Российской Федерации, с письменного согласия работника ему может быть получено выполнение дополнительной работы. за дополнительную плату. Срок, объем, характер дополнительной работы, а также ее размер оплаты устанавливается работодателем с письменного согласия работника. Согласно статье 99 Трудового кодекса Российской Федерации, сверхурочная работа – это работа, выполняемая работником по инициативе работодателя, за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени. А в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса, сверхурочная работа оплачивается в первые два часа не менее, чем в полуторном размере, в последующие часы не менее, чем в двойном размере. Таким образом, для привлечения вас к дополнительной работе, необходимо первое – ваше согласие, второе – подписание дополнительного соглашения, и третье – данная работа должна дополнительно оплачиваться. Под конец эфира хочу напомнить, что письменных ответов редакция не отправляет. Консультирование проводится только в рамках эфира. Индивидуальную консультацию вы можете получить, если обратитесь по адресу, который вы видите на своих экранах. На сегодня все. Пишите, звоните, обращайтесь. Отправляйте свои видеообращения в группу «Телезащитник» ВКонтакте. В студии был Роман Койден. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова